Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжаем Утро на Болткоме Я Андрей Лешкевич, Аби Калкин по-прежнему в этой студии Евгений Копеин, звукорежиссер У нас сейчас гость в студии Это основатель музея масонства в Риге Константин Рубахин Это не шутка Это не шутка, доброе утро Доброе утро Сразу всем скажем, что музей еще не открыт Может кто-то уже сразу начал набирать и проверять Почему он еще не успел посетить Он еще подготавливается Но процессы, я так понимаю, очень активны Но вот по поводу шутки, кстати, я хотел как раз начать Вот такое странное дело Кому-то буквально нескольким людям стоило сказать Что у нас будет в гостях основатель музея масонства Всегда вызывает такую иронию, улыбку некую Вот как объясняете Ну понятно, что масонство, конечно, к нему Как-то относится уже, может быть, к какому-то анахронизму В наше время Ну да, как к каким-то Ролевым играм Так же, в принципе, как говорит про казаков и так далее Что, кстати, очень забавно На самом деле Это два разных крыла Но вполне друг к другу чем-то схожи Вот эти реставрации каких-то традиций Но масонство именно как музей Это очень важная история То есть это было бы, например, так же серьезно и интересно Как если бы мы открывали там На казачьих территориях Там, например, музей казачества Или здесь, на территории, где масонство было В принципе, традиционным Достаточно долго Хоть и вытеснялось там Российской Федерации В какое-то время, да Но она, то есть не Федерация Империи Российская Империя Она достаточно подозрительно стала Относиться к масонам Там со времен приказа Александра Первого И так далее То есть здесь Зельтория все равно влияла Была под влиянием масонов И это важно и интересно показать Насчет музея Можно сразу сказать Что у нас процесс достаточно открытый идет То есть у нас есть сайт Там, масоник-музеем.еу Где можно все посмотреть, найти Где можно там датировать Сделать донаты Потому что у нас стройка сейчас идет То есть у нас сделан большой концепт С архитектурным бюро международным Именно выставки Мы ее сейчас устанавливаем И устроим Это очень большая работа Музей будет в Старой Риге Нет, он будет на улице Базницы Слева от гостиницы Вот этой большой Ну, рядом с церковью Ну, если на улице Базницы Значит, получается Ну, да То есть в самом начале Рядом сюда Нет, наоборот С этой стороны И с этой церковью Сфорославной Где парк Ближе к парку Угол гостиницы Гостиница Латвия Ради Солнца Может быть, важно Это поднять Я думаю, интерес Нашим радиослушателям Узнать, как вообще родилась идея Потому что Все такое неожиданное Возникает Вот как бы внезапно Осенило Да, это интересно Потому что Вот лично Мой интерес начался Наверное С изучения истории И, в принципе История сообщества И вообще история Разных сообществ Рассмотренная внутри Очень хорошо демонстрирует Как история вообще формируется Как принимаются решения Как какие-то явления развиваются И я начал собирать коллекцию Которая внезапно стала Как мы прикинули Наверное, крупнейшей Восточной Европе Да, и этот музей В принципе Уникальный И его коллекция Наверное На уровне Там с двумя-тремя Мировыми музеями Которые сейчас есть Не, ну там есть, конечно Вещи Да, что Музей Великой Ложи Англии Которая все это дело Начинала и зачинала Сидит просто На таком материале Что Мы будем Не в состоянии Никогда его догнать Но С другой стороны Мы это более Спектакулярно покажем Более наглядно В контексте развития Там будет несколько пространств О которых я в принципе Могу рассказать Вот как мы протащим По этому спектаклю Зрителя Да И человек Который туда зайдет Он выйдет оттуда С вполне нормальным Сформированным пониманием Вообще про это явление Про роль масонов в истории Не было ли опасности Потому что Ну вот если мы Делаем какую-то выставку Ну мы понимаем Это какая-то выставка Экспозиция временная Можно собрать Какие-то материалы Даже что-то сфотографировать Показали Выставка Переместилась В другую страну Или в другой город Музей Это какая-то Постоянно действующая Экспозиция Как я понимаю И Те кто изучает Наверное Историю масонств Или хотя бы что-то слышим Могут сказать Ну это что-то секретное Тайное А когда секретные тайны Не так много Экземпляров Чтобы показывать Вы сказали Что все-таки Какую-то коллекцию Удалось собрать Как Может быть Несколько слов об этом Коллекции Порядка полутора тысяч Объектов На данный момент Много Да И говоря Кстати О временности Постоянства И так далее И риски Что там через год-два-три Всем надоест Например Это Как раз Для нас не риск Потому что Во-первых Трафик постоянно идет Туристический И это хорошо для нас И мы Здесь идем В интересах Гусгородам Да Нам это нужно И городу это нужно Развивать трафик Это вин-вин Такой Да Вот Но что касается Именно самих объектов То мы Подчас Удивляем И самих масонов Потому что Мы находим вещи Давно забытые Вещи Которые Ну у меня Вот пока Вот мы сейчас сидим Наверное Я чувствую Там телефон вибрирует Уже там Пришло Пару сообщений С десятком Других лотов Которые По ключевым словам Которые я настроил В поиске Соответствуют Моим интересам То есть День Я рассматривал Порядка Там Пятисот Тысяч Объектов Которые выходят На торги В разных странах Вот И приходю Иногда подчас Мы можем найти То что Потом стоит Бешеных денег Мы это конечно Не продаем Ну как бешеных Вот например Я купил За 50 фунтов Честно я рассказываю Конституцию ложи Строителей Молчаливых городов The Builders of the Silent Cities Которую сделали Диарт Киплинг Там написано Радиард Киплинг Все Конституция ложи Это уставной документ ложи Это единственный документ Вообще Да Вот Я его купил за 50 фунтов Там поступили предложения Продать его за 10 тысяч Потом за 15 За 20 Но пока он Как бы будет Одним из экспонатов Музея Того пространства Которое мы называем Внутри себя ВИП Чтобы короче было Про знаменитых масонов Там будут Вещи относящиеся К королям К президентам К президентам Американских штатов У меня например Есть там два письма Трумана масонских Да А соблюдали Вот сами Знаменитые масоны Вот эту конституцию Всегда такой возникает Вопрос Нет конституция Это типа устав ложи Но разумеется Масонство Есть такой историк Масонства Паспорт которого У меня тоже есть В коллекции Паспорт Вот Рагон Жан-Марий Рагон В 1850 году Он написал книжку По масонству Там Масонская ортодоксия Где он уже посчитал Что существует Порядка тысячи Ритуалов масонских Поэтому Здесь Два еврея Три синагоги Да То есть Система Существует Кстати про евреев И масонство Тоже можно будет Обсудить Такие Получается Что Очень разные люди Возьмем французскую революцию Из-за которой В России Как раз масонство И стали запрещать У меня есть коллекции Несколько там Революционных Буклетов Французских Да И в том числе Даже вчера Мы еще один купили Где в шапке В колонтитуле Такие масонские знаки И Екатерина Как только это увидела И вообще Эти слухи дошли Что масоны Сделали французскую революцию В чем есть Доля правды То есть Дантон Марат Были масоны Но Сама революция Выглядела Как Одни масоны Революционеры Резали головы Другим масонам Роялистам С помощью Изобретения Которое придумал Третий масон Гильотен Вот Поэтому Вот соблюдают Конституцию Как вы сказали Ну какие-то масонские правила Или не соблюдают Это вопрос к правилам Вопрос к их личному Мировоззрению Но Все равно В основе масонства Идеология Просвещения Просто каждый По-разному Ее может Воспринимать В этом ничего плохого нет А Ну изначально Вообще Вот современная наука Возникла Я бы сказал При непосредственном Участии масонства Потому что в 17 веке Масонство официально Вообще Возникло в 18 веке 17-17 1717 год Да-да-да В Лондоне Таки да А в Лондоне Иже 17 века Оно существовало Очень в таком скрытом Еще начиная Там вокруг Вот собора Святого Павла Кристоферен Великий архитектор Лондона Которого перестраивал После пожара Там и так далее Там Элиас Эшмал И основатели Королевского общества Королевского научного общества Как его еще иногда называют Были масоны Это Эй Эшмал Это Который Написал У меня есть Эта книга Прижизненная История Ордена Подвязки Вот такой вот Том огромный Неподъемный Вот И еще лучше его И подробнее никто Это уже не описывал То есть это уже не надо Эта работа сделана И Моррей Например Роберт Моррей Первый из известных масонов Это масоны 17 века Опять же Ученик и помощник Ньютона Дезагулье Который Вместе с Основателем Конституции Масонства Андерсом Сделал Ритуалы Масонские То есть Это непосредственно С прогрессорами Постоянно связанное движение Но во всяком случае На рубеже В эпоху просвещения На рубеже 16-17 века Вот вы сказали Что некоторые Экземпляры Экспонаты Коллекции Удивили даже Масонов Получается вы все-таки Как-то контактировали Если говорить о современном Масонстве И конкретно Латвийском Рижском Вы вот при сейчас Создании Вам необходимо Как-то консультироваться Какое-то благословение Получать Я не знаю От действующих масонов Как это происходит Ну В любом деле Главное Не конфликтовать Главное Именно Собирать Какую-то ситуацию И Я Всю свою жизнь Все мои работы Все мои деятельности Связаны с тем Что я собираю людей Как-то собираю Соединяю Такой Социальный диджей И Поэтому Здесь есть Моя коллекция Здесь есть Местное сообщество Масонское С которым Мы взаимодействуем Конечно же И Здесь есть Историческое сообщество Там связанное Или не связанное С масонством Но которое мне помогает Искать местные вещи Потому что Вот если мы говорим О запрещении Там масонства Ну Допустим в Германии Во время войны У меня там есть Последняя комната Музея Это антимасонство Про вся пропаганда Там будет показана Очень достаточно Ну и критика Наверное Ну критика Не критика Но просто Там будет показана Борьба с масонами Да Борьба с масонами То есть РЕН-ТВ Фашистские Очень много Потому что Там вот это Термин Жидомосодство Да Начали с 18 века Там Гюстеном Бурюелем И продолженной Царской охранкой Через вот эти Протоколы Сионских мудрецов Которые мы тоже покажем И залакированные Насдапом И так далее Книжки Которые мы покажем О том Какие сволочи масоны Да Вот Это очень хорошо Показывает Как с ними боролись И так далее Но если в Германии Действительно Значок любой масонский Как бы Означал верную смерть Во время войны Да Те приравнивали к евреям И отправляли Немножечко гореть Вот То есть Здесь Получается Что российские Артефакты Найти в десятки Раз сложнее Российские И латышские В том числе Потому что Когда была Российская империя Здесь масонство Было Но его Очень сильно Подавляли Там надо было Писать расписки Что я там Не состою в масонах Если ты работал Где-то в государственном Учреждении Вот Потом советская власть Завершила Этот прекрасный процесс Зачистки масонства И сейчас То что Местное масонство Мы покажем Обязательно Это Например Дипломы Подписанные Калиостра В металл В 18 веке Когда он был На пути В Россию Вот Это будут копии Из местных архивов И уже даже Достать эти копии Без сотрудничества С местными историками И сообществом Было бы невозможно А вот Современное масонство Насколько вы с ним Смогли познакомиться Это что Это большая игра Или это действительно Не знаю Принадлежность Какой-то К этой масонской ложи Которая Чем-то помогает Ну не знаю Политику Нужно ли ему быть тайным Потому что раньше Она была тайным В силу противодействия И борьбы Зачастую Там с церковью С 20 век А сейчас получается Бороться-то не с кем И тайным быть незачем Только ради Вот какого-то Соблюдения А явным для чего Да Тайным Тайным остается ритуал Тайным остается ритуал Для непосвященных То есть Есть определенная Степень Посвящения Градусы В символическом Ионическом Масонстве То, что называется Их три Это Ученик Подмастерь И мастер Вот Далее Есть системы Королевской арки Вот Или там Скотти Шрай То есть Шотландского Масонства Где 33 градуса Есть даже там Мемс Мисраим Опять же Относящийся к Леостре Частично Там 99 Вообще градусов Да То есть Каждый Вот момент Человеку Проходящему По этой системе Интересно Ну как бы Чтобы было интересно Да То есть ему Все эти градуса Связаны С какой-то Библейской Историей С В общем Этапом Посвящения Нового Какого-то Осознания А что ему Это дает В жизни Кроме Какого-то Кроме Ритуала И чувства Вот этого Мистической Вовлеченности Ему дает Просто коммуникацию То есть Это нормальный Круг Ничего Собираются Ну как Что может быть Больше Чем знакомство С ищущими людьми Не кроме Вот эмоций Эмоции Это конечно же То с чем надо работать И масонство Некоторые Современные люди Потому что Когда Извините Перебивая Из истории Вы сказали Российская империя Которая подавлялась Видимо подавлялась Потому что Они видите В этом видели Какой-то сговор Боязнь революции Да Сговор Что вот масонам По всему миру Дают какое-то указание Там не знаю Осуществить Массовые беспорядки Захват власти Да Вот в современном мире Это что-то Может происходить Что какому-то Политику Икс в Латвии Неважно Какой партии Он состоит Дано задание Там не знаю Вывести людей Там на улице А сегодня у нас Таких стей Есть Наверное вам известно Что вот Латвийская политика Тоже часто приписывают Масонство Даже президента Левица уличили Масонство Ну а Знаете Тут надо смотреть Как бы Во-первых Масонство всегда Действительно занималось То есть Деструктивной деятельностью Масонство приписано Именно Традиционно Церковью Например Да Даже до того Как оно было То есть У меня есть Памфлеты Про то Как собираются люди Тайно Имея своих мастеров Там называются Каменщиками Они еще и 17 веком Датируются В 1738 году Была папская була Потом Агюстин Брюэль В 98 году 18 века Написал о том Что это с якобинцами Все связано Да И ковитами Вот И получается Что Просто То что Мы не видим Больше Самая страшная Кукла без лица Это самая страшная кукла Все Самое Ужасное Что есть В вашем бессознательном Вы проецируете На это пустое место Поэтому Просвеченческая организация Которая Защищала Традиционно Своих Легендарно Со времен Тамплеров Своих членов Защищала Скрывая их Она Именно Из-за этого Так выглядит А так Есть намного Более Злые акторы Которые могут Местным политикам Сказать Давай-ка Мы устроим Бучу Потому что Она нам нужна То есть, нет такого Что можно Вот раз Человек Там масон Или вот группа Масонов То им может Из какого-то центра Масонского Дать какую-то команду Неважно Принять такой-то закон Такое-то решение И говорить О, видите Это масоны Все сотворили Мы с этого начали Что два еврея Это ли синагоги Что очень много разных Масонских организаций И Нет единого центра Да Это сеть И каждая ложа Может иметь Какие-то свои Какие-то взгляды Тем более В ложах Политика не обсуждается Это закон Ну вот уже К музею Еще у нас Сколько-то минут Остается Там вот по плану У вас уже представлен Такое в виде Какого-то Присоциализма У нас на сайте Да Масоник.музей.ю Можно увидеть Там вот интересно У вас есть Именно в плане Того как будет расположено Это все Там есть комната Размышлений Комната ритуала Это получается Что какая-то Практическая часть В этом музее будет Посетитель сможет Ритуал тоже пройти Ритуал посетитель Не можешь пройти Потому что для этого Нужно посвящение Но посмотреть Как это происходит Да Тем более Возможно Что в музее Могут проходить Ритуалы именно Масонские То есть мы можем Допускать это Вот Комната размышлений Это комната ритуальная Где перед инициацией Человек Там сидит С черепом Пишет Так называется Масонское завещание Да Вот Это как бы При поступлении В первый градус То есть там Все это Будет И так Как это происходит Интересно Вот да Сама комната ритуала Но как раз Между комнатой ритуала И Комнатой размышлений Будет Зал предыстории Масонства Где Потрясающие вещи Там эпохи Ренессанса Мы покажем Как это сообщество Возникало Потому что Если вот Каменщики Откуда там Речь Да Называют Масонов Это Такое тело Масонства То душа Его именно Тот символический То символическое Общество Которое Родило Это Гуманисты Это Именно Те Которые Развивали В принципе Современное Общество А вообще Если брать Ригу То у нас В архитектуре Достаточно Много Таких Проявлений Масонства Насколько я знаю Все эти классические Циркули В том числе Да С угольниками Вот какие Какие Вы можете Да Почас Это просто Символы Обозначающие Там Инженеров Мастеров Это Не всегда Связано С ситуалом Да Это Знак Масонский Там Звезда И так далее Но в Риге много Этого Наблюдали Вот если Нашим Ледослушателям Подсказать Разумеется Есть книжка Про Масонские Символы Риги Да Она Может быть До сих пор В книжном И на латышском И на английском Она вышла Вот И Ну Буквально Вот Угол Там Лашплиша И Барна Там Есть Дом С Угольником И циркулем Ну То есть Очень много Но Адреса В которых Были Традиционно Масонские Ложи Или там Дом Хаберланда На Шкюне 17 Они На них Нету Знаков Мы их Не видим А вот Вы сказали Что вы Общались С латвийскими Масонами А как Вы узнавали Что они Вообще Масоны Они же Хотя Это сейчас Не скрывается Но Я так Публично Давно Не слышал Что какой-то Депутат Или Даже Преподаватель Вуза Сказал Ну Я там Известный Масон Ну Обычно Как бы Нет повода Это обсуждать А если Речь об этом Заходит То Разумеется Люди Которые Не скрывают Свою участие В масонском Движении Они С удовольствием Коммунизируют Потому что Прежде всего Мы обсуждаем Ну конечно же Проект Поддержку И так далее Я имею ввиду Даже не финансов Потому что Деньги мы Как раз На строительство Сейчас собираем По всему миру И это Процесс Достаточно Такой тяжелый Потому что Как масоны Правят миром Знаете Этот анекдот Почему вы не читаете Теперь Наши газеты А читаете Только антисемитские То есть Наших только Проблема А там Мы правим Миром У нас все Деньги мира Приятно читать Примерно Как и серия Где я могу Взять свою долю Вот именно Вот тут мы Пытаемся Взять свою долю И заработать Ну и как Не заработать Деньги А просто Вложить их В стройку Потому что Есть коллекция Мы купили Свое помещение У нас Свое помещение Вложено уже Очень много денег Да Но вот Стройка самой Спасибо Мы сделали этот проект Проект Потрясающий Он интерактивный Он просто Как спектакль сделан Да Там куча Интерактивных панелей Проекций И так далее А Рига вообще Как кричит масон Знаете А Рига вообще Как ты заинтересована Я понимаю Что сейчас Только новая Рижская доля Очень сложно Очень сложно идти Там банк Например Там два месяца Нам открывал счет Сейчас открыл Нам возможность Сбора Ну и квали То что называется Деньги Через карточки Через сайт Но лимитировал К одну транзакцию С 100 евро Ну то есть Знаете Так можно 10 лет собирать Ну именно Потому что Просто Фактически Решают меня Возможности Инструментом Собрать денег Потому что Вот это Боясь отмывания денег Но это Давайте не знаю Не продавать машины Тогда Потому что люди будут Наезжать на этих машинах На других людей И так далее То есть Банки Я сам член Международного сообщества Расследователей Как журналист И как вот Я же политический беженец И по моему наблюдению Обычно Когда банк Прессует Мелких своих клиентов То именно крупная рыба Она потому что знает Как пройти И там уже все схвачено А когда С мелкими клиентами То это Ну Это просто демонстрация Какой-то борьбы На пустом месте Ну что Желаем вам успехов Получается Музей масонства Будем стать музеем Весной Музей откроется Да Весной 21-го года На сайте MasonicMuseum.eu У нас все процессы Отображаются Там есть видео На фейсбуке у вас тоже На английском только Есть Да Фейсбук на английском Но он автоматически переводит Сайт на трех языках Русский, английский И латышский Конечно же Есть там В инстаграме Есть и в твиттере MasonicMuseum Называется Мы официально назвали Riga Museum of World Freemasonry Потому что Показываем Что действительно Про всю систему Про все явления Да Спасибо большое Константин Рубахин Долгостим Нашего сегодняшнего утра Мы скоро продолжим Хорошего всем дня